Олег Геннадьевич, пользуясь случаем, что микрофон рядышком, вот вчера и сегодня затронуты были темы отношения в коллективе, отношения в семье, а вот те, кто уже развелся, вот мы как-то остались обделенные, что нам делать? Куда энергию-то раздавать? Некуда. Вы знаете, люди в невежестве вообще не могут никуда энергию раздавать. Они в замкнутом пространстве находят своего эгоизма. И они могут отношения строить только на почве половых отношений или отношений амбиций. Вот, допустим, у людей в невежестве тоже есть коллектив, в котором они угнетают людей и показывают свое превосходство или унижаются перед старшими, если кто-то сильнее. Люди в невежестве также строят отношения половые, то есть у них есть человек, с которым они занимаются сексом, у них есть половые отношения. И если говорить об отношениях с детьми, то там тоже просто превосходство и все. Я тебе сказал, будешь делать так, пошел вон там, иди в угол и так далее. Или ты хороший мальчик, я тебя люблю и так далее. Ну то есть отношения превосходства и наслаждения. Все, у невежественных людей больше нет никакого счастья в жизни. Это очень, очень убогая и несчастная жизнь. Дальше у людей в страсти тоже нет никаких близких отношений и тоже нет никакой любви. Потому что люди в страсти, они дома просто стремятся к достатку и комфорту. Они вместе живут ради этого. Ради того, чтобы были деньги, была работа, был холодильник, было пропитание, была машина, была дача. И вся их жизнь направлена на достаток. Вот как, допустим, взять, за барсуком понаблюдать, допустим, в воде. Он целый день занимается тем, что он строит плотину. С утра до вечера он там это делает, все. Вот точно так же люди в страсти, они целый день заняты просто тем, что они поддерживают себя и все. И они все живут в будущем. Люди в страсти, люди в невежестве живут прошлым. Они как бы даже песни, как бы у людей в невежестве, они такое, как бы в прошлое такое с мотивом скорби. А белый лебедь на пруду, роняет павшую звезду на том пруду, куда тебя я приведу. Такое, знаете, то есть в невежестве такие мотивы скорби там. Крещатик, крещатик, я скоро к вам опять приеду, приеду. Вот такие как мотивы скорби. У людей в страсти, они в счастье в будущем находятся, они верят в будущее счастье, у них счастье в будущем. Птица счастья с завтрашнего дня, прилетела крыльями звеня, выбери меня, выбери меня, птица счастья с завтрашнего дня. У людей в страсти такое. У людей в благости, счастье в настоящем находится. Они живут отношениями, молитвой, то есть они прорывают вот эту завесу веры в будущего и скорби в прошлом. Они просто сейчас служат друг другу, заботятся о друг друге, поэтому испытывают счастье прямо сейчас. Вот если я прямо сейчас открою ваши сердца, сделаю вам приятное, сделаю так, чтобы вы почувствовали счастье, тогда я буду полностью удовлетворен прямо сейчас. И это цель моей жизни. И это точно четко осознаю. Вот прямо сейчас цель моя в этом заключается. И поэтому для того, чтобы понять, как вести себя женщине одинокой, надо понять, где она находится. В благости, в страсти и в невежестве. Потому что благостная женщина не бывает одинокой вообще никогда. В страсти. В страсти, хоть одинокая, хоть не одинокая, она все равно одинокая. В страсти вот человек живел в семье, что он мог сердце открыть? Он мог поделиться? Нет, он просто пока есть наслаждение. Семь лет. Есть такая психолог Алешина. Она рассчитала, что семь, где-то восемь, девять лет в семье люди испытывают симпатию. Потом наступает период, и причем она гаснет постепенно. Наступает период, в котором они думают разводиться или нет. И если они не начали служить друг другу дальше, то есть буква В, сначала вниз, потом вот так. И потом вот так или до свидания. Ну то есть, или они раньше расходятся, когда симпатия гаснет чуть-чуть, они разошлись, как море корабли. Вот. Или они доходят до ручки вместе, и потом думают, что дальше делать, если начинают друг другу служить. Не жутче кайфа друг от друга, а просто заботятся, начинают друг от друга служить. Тогда буква В вверх идёт. Понимаете, о чём речь или нет? Вы хотите наслаждаться жизнью или испытывать чувство служения любви? Вот вы задайте себе вопрос, чего вы хотите вообще? Наслаждаться жизнью любой человек не может всегда. Иногда есть наслаждение в жизни, иногда нет. Хоть ты замужем, хоть не замужем. Волнами это идёт. Есть хороший период жизни, наслаждает жизнь. Есть плохой, не наслаждает. У всех людей одинаково, волны всегда идут. Вы чего хотите? Вы оформите мысли, чего вы хотите? Если вы хотите служить и жить в благости, тогда нет одиночества для женщины. Она служит подружкам, заботится о них. Служит маме, папе. Служит собачке на улице, её кормит. Пирожки делает для бабушки, которая живёт по соседству. Приходит к ней, моет её, потому что она уже ходить не может. Она постоянно счастлива, женщина, которая живёт в благости. У неё нет скорби и одиночества. Одиночество означает некому служить. А в нашем обществе так все нуждаются в женской энергии, что такого быть просто не может. В нашем обществе нет женщин и нет мужчин. В нашем обществе есть только роботы, которые работают и с работы приходят, смотрят телевизор. «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело». Где девки гуляют? Где весело? Девки ездят по машинам. Никто не гуляет. Нет отношений. Нет чистоты. Нет теплоты. Я приехал лекции читать в Сан-Франциско, вышел на улицу, вообще кошмар. Никого нет. Вообще никого нет. Я хотел с американцами познакомиться. Никого нет, все в машинах. Я говорю, где люди в машинах? А как вы знакомитесь? Как вообще? По интернету. Нет отношений. Почему? Потому что чем больше в страсть уходит общество, тем больше деловых отношений, меньше близких человек. Женская энергия тает. Женская энергия означает близкие отношения. Смотрите настоящая культура. Все соседи – близкие люди. Мы их кормим пирожками и так далее. Заботимся о них, любим соседей, служат им. Все птички тоже родные вокруг. Эта женщина такую атмосферу создает. Родственности, близости, теплоты. Весь подъезд наш. Мы его любим. Цветочки рассадили. Не подъезд, в котором пись-пись. Вот если женщина, есть хотя бы одна женщина, которая любит подъезд, она там цветочки расстрадила, помыла, там пись-пись никто не сделает, потому что будет стыдно. Так когда женская энергия любви есть, у людей появляется совесть. Представьте подъезд, цветочки растут, там все красиво, и ты пись-пись хочешь в углу сделать. Как-то тяжело. А если подъезд, в котором пустота и грязь, нет проблем, можно и пись-пись сделать. Теперь второй вариант. Вор заходит в подъезд, где все чисто, цветочки растут. Будет он там воровать, нет? Нет, потому что опасно. Там энергия любви, люди друг друга знают, все знакомые. Кто-то услышал шорох, тут же позвонил в милицию. Второй вариант. В подъезде шаром покати, как бы все, грязь. Пожалуйста, вскрывай, там нет проблем, никто не обратит внимания. Нет женской энергии в обществе, не хватает женской энергии, нет заботы. Собаки ободранные бегают по улицам. Нет заботы, понимаете, птички голодные. Но вы говорите, как одинокой женщине любить. Знаете, сколько потребностей вашей любви в этом обществе есть? И вы просто даже не продохнете, если вы начнете жить в благости, служить всем, а не мечтать о муже. Грусть тоска меня съедает, не женат, лишь я хожу. Не надо об этом думать. Не надо думать о своем будущем счастье. Это страсть. Оно никогда не придет. Потому что в это время, когда вы мечтаете о муже, вы расходуете свою энергию за мужество. Вы мечтаете, а вот он такой. То есть то, что должно быть у вас когда-нибудь, оно уже кончается в это время. Потому что в этом мечте вы проживаете жизнь. Понятна система? Видите, цель человека не пытаться наслаждаться тем, что есть, а пытаться из невежества перейти в страсть. Когда человек замкнут в угрюмом состоянии, он живет только в мечте или живет только в ненависти и злобе. У него нет прощения никому. Он чувствует тоску, одиночество, нищету. Это значит, что ему нужно достигнуть успеха в жизни. Первая стадия – это страсть. Он должен простить. Он должен начать трудиться, перестать мечтать. Он должен начать осваивать какую-то специальность, быть полезным людям, сделать только то, что он стал как бы членом общества. Вошел в состояние деловой жизни, начал, почувствовал себя полноценным человеком. Теперь двигайся к духовности. Попытайся найти понимание, что у тебя должна быть своя вера. Надо желать всем счастья, молиться, учиться. Учиться строить глубокие отношения, найти соратника в себе жизни. Найти наставника потом в конечном счете, который бы открыл тебе глаза на жизнь. И с которым надо во всем советоваться. И тогда жизнь расцветет в полной степени. В полной степени. Но когда человек просто мечтает, и он ищет счастье не там, где его надо искать. Допустим, он ищет близких отношений в коллективе. Он ищет открыть его от сердца там, где нет благости, есть страсть или невежество. Он делает не то, что соответствует тому месту, времени и обстоятельствам, в которых он живет. Он будет страдать всегда. Поэтому знание является самым главным приобретением в жизни человека. Знание — это то, что спасает всю нашу судьбу. Это самое главное. Не знание о том, сколько чешуек на теле у змеи, биологи считают. А знание о жизни, о том, как нам правильно надо жить. В этом есть законы свои и правила. Они придуманы не стороной. Есть законы, как жить придуманной стороной. Это хорошо тоже. Это нужно для порядка. Но есть законы, которые написаны в священных писаниях. И они созданы Богом, на самом деле, эти законы. И они всегда действуют, и от них никуда не уйти. Следующие вопросы по отношению в коллективе. Мы ушли от темы. Да? Ваш вопрос. Я извиняюсь, что я так немножко в экспрессивном стиле разошелся. Сейчас буду помягче. Продолжение следует...